Доброго четверга вам, друзья! Не доброго четверга вам, не а другие! Посмотрите видео, в котором Олег Скрипка, украинский музыкант, лидер, основатель команды Лопли Ведоплясова, жалуется из Гамбурга. В клубе, где когда-то начинали петлы, должно было состояться его выступление, это выступление отменили, фашистам не дают петь на родном языке, как он сам говорил. Что характерно, гражданин Франции Олег Скрипка когда-то мне в прямом эфире, еще задолго до всех событий, до спецопераций, даже до крымских событий, это было лет 10 назад. На полном серьезе мне говорил, что артисты, которые приезжают выступать на Украину, речь шла о Западной Украине, должны петь на украинском языке, независимо от своей национальности. Какого фига он не поет на немецком? Гражданин Франции Олег Скрипка, что он там спевать-то собирается на Ридной море? Кстати, это тот же самый Олег Скрипка, к вопросу о фашистах, который позднее, уже после крымских событий, выступил с инициативой всех граждан Украины, которые не выучат украинский язык, помещать в специальный гетто. А так тогда фашизма на Украине нет и не было. Он весь в Гамбург. Витаю вас, дорогеньки. Я Олег Скрипка. Я находлюсь в Гамбург. И у меня за спиной прекрасный клуб, который называется «Индра», в котором колись начали играть «Битлз». Но сейчас мова піде не про «Битлз», а про украинскую музыку, яка несподобным чином отримала тут супротив каких-то таєвных сил в Німеччине. И начинаются скасовываться наши концерти. Наши концерти под такою эгидою, что украинцы – это фашисти. И фашистам не можно спевать рідною мову и спевать своих песен. И мы все понимаем, откуда ноги тут ростут. И, на жаль, тут німцы, как бы, они стоят на сторону украинцев, но клубы не дотримуются контрактов. И мы не можем потрапить в эти клубы. Вот «Битлз» как раз потрапили в Гамбургский клуб и сделали себе карьеру. Я хочу до вас вернуться, дорогие, кто купил квиточки, кто еще не купил. Подтримайте нас и мы поведомим, где все-таки мы будем в Гамбургсе выступать, потому что такая коррупция, вот так, так працюют, до верности Кремля. Но мы все равно сделаем концерт за исполнение на русском языке. Вы можете себе представить ситуацию, что где-нибудь в России музыкантов за то, что они поют на украинском языке, подвергли бы, я не знаю, какому-то астракизму. Почему такая разница к подходам? Чем вы себе можете это объяснить? Потому что вопрос языка, он болезненный на Украине и он стратегически важный вопрос. Вопрос языка на Украине это вопрос существования Украины как государства вообще. Это кто-то понимает, кто-то не понимает, а какие-то люди, какие-то силы на этом зарабатывают политические дивиденды. И вот такие акции, как забрасывание яйцами кого-то там культурных деятелей либо политических, это все равно политическая провокация и какая-то власть себе какие-то там очечки куда-то записывает либо какое-то формирование. И значит у них какой-то стратегический план, потому что когда это происходит, всегда есть кто это сделал. Но слава богу, слава богу, где, ну там, не у нас это происходит, ну страшные вещи, я быстро напомню и забудем. Это теракты и всегда есть, ну как бы производитель теракта. То есть это страшная раскрутка. Но тут как бы более мягкая история. Это кто-то раскручивается, безусловно, какая-то, ну мы живем в таком мире. А Потап и Настя, я их прекрасно знаю. Люди, как бы популярные во всем СНГ, но они любят Украину, они действительно патриоты, я знаю. Все любят Украину. Да, ну они хорошие люди. Но могли бы в Тернопле спеть на украинском языке или по крайней мере, я знаю... А у них есть репертуар на английском? Нет, у них нету. Ну а могли бы, могли бы напрячься, потому что я знаю даже русских исполнителей, которые, которые, которые приезжают, ну, на Украину, они там хотя бы одну песню поют, даже и Киркоров пел, и Кобзон, они на украинском языке поют. Кобзон сам Бог велел. Ну да, и сразу всем приятно, и естественно, людям это очень нравится, потому что это, ну, это дань уважения. А если, если исполнитель приезжает, приезжает в украиноязычный город и, ну, и не поет на местном языке, то он рискует получить, вот, ну, такие штуки, дивиденды, потому что оно, как бы, надо учитывать настроение народа. Не политкорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. Правда 24 и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19.30 на телеканале Москва 24. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова